О темах заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. Коротко о темах дня. В Якутии стартует проект «Тысяча лидеров науки и технологий». Майсен Николаев встретился с представителями научной общественности. Какие цели у проекта? Одна жизнь, одна печень. Именно с таким девизом Всемирная организация здравоохранения продолжает борьбу с гепатитом. Первым шагом стала акция «Здоровое лето». В летнем лагере «Мужество» в Нерюнгре дети не только отдыхают, но и получают полезные знания. Отряды узнали основы оказания первой медицинской помощи. На страже чистоты Якутск присоединился к всероссийской экологической акции «Вода России». Экоактивисты очистили от мусора берег реки Лены. Река, солнце и волейбольный мяч. На городском пляже столицы стартовал чемпионат Якутии по пляжному волейболу. Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет. При этом нижняя граница сохраняется на уровне 18 лет. За документ проголосовали 159 сенаторов, один парламентарий воздержался. Согласно закону, с 1 января следующего года верхняя граница повышается с действующих сейчас 27 лет до 30 лет. При этом новые нормы не подразумевают по этапности повышения. Но неявка в военкомат ударит по бюджету. Совет Федерации также одобрил закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Документ в 10 раз увеличивает верхнюю границу штрафа за неявку в военкомат по повестке. Так, штраф за неявку без уважительной причины составит от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящее время установлен штраф от 500 рублей до 3 тысяч. Закон вступит в силу с 1 октября этого года. Глава Якутии накануне посетил Ленский район. Время визита в Ленск СН Николаев побывал в гостях у семьи участника специальной военной операции и запустил газовый котел в рамках реализации программы соцгазификации. Гостеприимная хозяйка пригласила СН Николаева на чаепитие. Глава региона вручил сертификат на покупку газовой плитки, подарил телевизор, игрушки детям, а также набор посуды национальной тематики. В Якутии стартует проект «Тысяча лидеров науки и технологий республики». Об этом заявил глава сегодня на встрече с представителями научной общественности. Проект направлен на поддержку молодых ученых и исследователей для того, чтобы координировать, объединить воедино всю масштабную работу по целевой подготовке научных кадров, отметил СН Николаев. Также введены гранты молодым ученым и специалистам в сумме 5 миллионов рублей. Сейчас предусмотрено 10 грантов по 500 тысяч. СН Николаев поручил правительству со следующего года сделать 20 грантов по 750 тысяч рублей и увеличить общую сумму грантовой поддержки до 15 миллионов рублей ежегодно. Также послужит и достижению нашей стратегической цели номер один в республике обеспечению конкурентноспособности человеческого капитала на мировом уровне. Ну и вообще, то, что сегодня Асин Сергеевич говорил, все это находится в русле объявленного в России десятилетия науки и технологий. Несколько раз за день из Якутска в районы вылетают мобильные бригады санавиации. По нацпроекту здравоохранения компании «Полярные авиалинии» в лизинг приобретены пять вертолетов Ми-8, оснащенных медицинскими модулями. В санрейс вместе с медиками отправился Александр Хавринк. Будущей маме и ее ребенку из Верхневерюльска понадобилась срочная медицинская оккулицированная помощь. И виндокрылая скорая помощь везет врачей на место. Прежде чем отправиться санрейс, в оперативную диспетчерскую службу у медицины катастроф поступают заявки на их выполнение. После заявки врачи проводят телемедицинскую консультацию, выясняют общее состояние пациента и его транспортабельность. После этого формируются бригады из врачей соответствующего профиля. Ненатологическая, если это новорожденный ребенок. И акушерские бригады существуют, если это нуждается в эвакуации беременной или роженицы, или родильницы. Болезни системы кровообращения, такие как инфаркты миокарды или инсульт. Это анестезиологическая бригада, анестезиолог, ренематолог и сопровождающий в помощи моим с ними летит фельдшер. Сегодня вызов из Верхневилюйской больницы. В 8 утра поступила беременная женщина с осложнениями. Врачи на месте и специалисты из Якутска при помощи телемедицинской консультации приняли решение о перевозке пациентки в Якутск. И мобильная бригада выдвинулась в аэропорт, где их уже дождается вертолет Ми-8 с медицинским блоком на борту. Вместе с акушерской бригадой вылетает и бригада неонатологическая. Так как есть угроза преждевременных родов, акушеры и неонатологи всегда работают в связке. В 2022 году всего было вылетов 286. В этом году за 6 месяцев, если проанализировать, вылетов меньше стало. Это связано с работой акушер-гинеколога. То есть женщину вовремя вывозят в город Якутск, транспортируют. И женщина получает помощь медицинскую. Прямо с вертолета врачи пересаживаются в скорую и едут осматривать пациента и готовить его к транспортировке. Будущей маме малышу ничего не угрожает. И врачи, проведя осмотр и обследование, дают команду на отправку. Попутно в Якутск забирают еще двух пациентов. Якутия вошла в национальный проект здравоохранения, в рамках которого для нужд санитарной авиации было закуплено в лизинг 5 вертолетов. МИ-8, оснащенных медицинскими модулями. В течение первых суток после обращения санитарный рейс должен быть выполнен, а пациент доставлен в Якутск. Ежемесячно, благодаря крылатым скорам, в республике спасают десятки жизней и выздоравливают десятки пациентов. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск, Верхний Вилюйск. Одна жизнь, одна печень. Именно с таким девизом Всемирная организация здравоохранения продолжает борьбу с гепатитом. Первым шагом стало проведение акции «Здоровое лето», где все желающие смогут провериться на гепатиты В, С, а также на сифилис и ВИЧ-инфекцию. Подробнее в материале Марина Захарова. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с гепатитом, что отмечается ежегодно 28 июля. В парке культуры и отдыха все желающие от 18 лет смогли пройти тестирование. При издаче анализов соблюдались все санитарные нормы, а в работе использовались только одноразовые инструменты. Узнать результаты, точность которых свыше 96% благодаря экспресс-тестам четвертого поколения, можно было в течение 15 минут. Наш мобильный пункт тестирования регулярно летом выезжает на открытые пространства города Якутска, на площадя, в том числе на парк культуры и отдыха, как сегодня, на городской пляж, и на другие места, доступные для населения, чтобы максимально охватить экспресс-тестированием, анализами населения. Республиканский центр ежегодно участвует в таких мероприятиях. В этом году он работает совместно с Республиканской клинической больницей. По данным регистра хронические вирусные гепатиты, на сегодняшний день в республике насчитывается около 15 тысяч больных гепатитом. Особенно распространены типы Д и С. Вирусные гепатиты являются очень большой проблемой в мире. Считается, что каждую 30 секунд умирает один больной от гепатита в мире. Поэтому бремя вирусных гепатитов, оно очень большое. И в 2016 году было принято решение Всемирной организации о том, чтобы начать всемирно принимать очень большие шаги к тому, чтобы избавить мир от этой проблемы. Мобильная лаборатория хоть и не заменяет массового тестирования, однако к проблеме с распространением гепатита ВИЧ-инфекции внимание привлекает. Так акция привлекла многих жителей Якутска. Бесплатный и удобный способ диагностики оценили многие желающие узнать состояние своего здоровья. Я очень благодарна, что проводят такую акцию. Я пришла, не зная, меня сестренка привела и хотела узнать, в каком состоянии моя пища, какие там вирусы есть или нет. И пришла и в таком хорошем месте, в удобном месте у нас принимают быстро, точно эти анализы. Гепатит на ранних стадиях никак не проявляется. Если же симптомы были замечены, значит болезнь была запущена. Именно поэтому жизненно необходимо проходить такие тестирования. Чтобы уберечь себя от всех недугов, достаточно вовремя их диагностировать. Марина Захарова, Лилия Уваровская, Семен Семенов, Якутск. Все вакансии учителей в одном месте в столице начал работу штаб по трудоустройству педагогических работников. Он находится в экономическом колледже. В штабе можно получить всю информацию не только об актуальных вакансиях, муниципальных образовательных организациях, но и консультации по вопросам трудоустройства, мерам поддержки педагогических работников. Представителями штаба являются ответственные специалисты в сфере образования, а также специалисты Министерства образования и науки республики. Всего в штабе представлено более 900 вакансий. Больше требуются учителя русского языка и литературы. Есть вакансии математика, физики. Учителей биологии и химии не хватает. Еще технические особенно. Математика, физика, информатика. По улусам больше вакансий. В Верхнем Льюисском улусе, Арктических улусах, Северных и Нерингере, Мирной. Школьники смогут играть в шахматы, заниматься робототехникой, готовиться к научно-практическим конференциям. Образовательный центр «Точка роста» откроют в школе номер 4, поселка Алмазный. Когда откроется центр и как осваивают средства, расскажут наши коллеги. В школе номер 4 Алмазного откроют точку роста. Для направлений дополнительного образования, физики, информатики и биологии в здании выделили отдельный этаж. Каждую секцию окрасили в разные цвета – красный, синий и зеленый. Сейчас руководство школы ждет оборудование и мебель. Благодаря национальному проекту образования, школьники в Алмазном смогут играть в шахматы, заниматься робототехникой, готовиться к научно-практическим конференциям и осваивать естественные науки более углубленно. «Они могут заниматься нейробиологией, изучать различные действия в нашем организме, то есть электрические импульсы, ЭКГ. Также можно снимать кардиомиограмму, то есть импульсы мышечной ткани. Ну и по физике можно уже заниматься робототехникой и моделированием». На реализацию проекта и ремонт школы из районного и республиканского бюджета власти выделили больше трех миллионов рублей. Местные депутаты и работники мэрии встретились с подрядчиком и проверили, на каком этапе работы. «По срокам подрядчик успевает, оборудование тоже должно прийти непосредственно к началу учебного года. Поэтому на сегодняшний день ситуация вполне стабильная». Образовательный центр «Точка роста» в Алмазном откроют 1 сентября. Для торговых предприятий Якутска провели автоквест. Его посвятили Дню торговли и столетию Наркомата торговли и промышленности СССР. Предприятие представили команду двух до пяти человек, пройдя регистрацию заранее. Подробности в сюжете. Правила в этой игре просты. Участники стартуют с территории овощохранилища и едут на первую станцию. На каждой локации команды ищут зашифрованный ответ, указывающий на следующую точку маршрута. Всего он состоит из пяти локаций. «Занимаюсь этим уже 7 лет. Организую автоквесты, сам тоже играю. Мы уже этим занимаемся долго. И уже к торговле более-менее привязали задания, чтобы понятно было, могли все решить. Сейчас пробки. Будний день из-за этого мы пытались подобрать более-менее хороший маршрут, чтобы пробок не было по городу. Ну и тут ближайшие эти, получается, не так далеко от города. На каждой локации от участников требуется внимательность и сообразительность, который позволит им найти спрятанный шифр или QR-код. Побеждает тот, кто быстрее всех пройдет пять станций. Среди участников есть любители подобных квестов, однако и они испытывают волнение. Мы почитали все условия, примерные шрифты какие, какие были до этого условия, какие задания были. Мы посмотрели, примерно понимаем, в чем суть дела. Ну, есть участники, которые уже участвовали в автоквесте, но тематика была другая. Мы надеемся, что опыт наших участников, которые уже до этого участвовали в автоквесте, он нам поможет. Ну, также мы подобрали разных специалистов, поэтому у нас сборная команда. Надеюсь, все получится. Победитель сегодняшней игры получит сертификат в размере 50 тысяч рублей. Такой автоквест в Якутске проводится впервые, но организаторы надеются, что он станет доброй традицией и будет привлекать больше предприятий. Наталья Николаева, Павел Пахомов, Якутск. На страже чистоты Якутск присоединился к всероссийской экологической акции «Вода России». Экоактивисты собрались на берегу реки Лену для того, чтобы очистить его от мусора. Помощь в уборке оказала и наша съемочная группа. Команда всероссийской акции «Вода России» оберегает чистоту берегов по всей стране от Калининграда до Владивостока с 2014 года. А с 2016 к одной из крупнейших экологических инициатив присоединилась и Якутия. С тех пор регион неоднократно входил в десятку лидеров по стране по количеству участников и объему собранного мусора. Я думаю, в этом году у нас показатели не ухудшатся. Наоборот, мы войдем, может быть, возможно, и в пятерку, и, может быть, даже в тройку. Поэтому, если так судить по цифрам, в прошлом году у нас было пройдено 714 километров береговой территории, очищено. В этом году у нас, получается, за полугодие уже около 10 тысяч участников. Я думаю, что за оставшееся время, пока теплое время года есть, мы попробуем, конечно, превысить предыдущие показатели. Уже восьмой год акции «Вода России» собирает неравнодушных жителей республики для участия в субботниках. Каждый волонтер вносит огромный вклад в общее благое дело. Сегодня в уборке на берегу Лены приняли участие сотрудники организаций и предприятий. Не прошли мимо этого благого дела и дети. Я узнала об этой акции. Нам учительница прислала в группу модераторов, когда я в лагере вожатой была. Я решила принять участие, потому что я люблю природу и хотелось бы убраться, чтобы чисто было, красиво. Я считаю, что каждый человек, который любит свой город, должен принимать участие в таких акциях. Только за этот месяц экоактивисты провели уборку на реках Ясачная, Омолой, Чебыда, Индигирка, Вилюй, Анкудинка и других. В ближайшие дни волонтеры очистят от мусора берега бухт Булункан и Хараулагской моря Лаптевых и реки Колыма. В прошлом году за весь сезон в акции приняло участие более 18,5 тысяч человек. В этом году только за половину сезона это число превысило уже 10 тысяч, что говорит о том, что с каждым годом все больше людей становится ответственнее за экологию родной республики. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. А в летнем лагере «Мужество» в Нерюнгре дети получают полезные знания. В этот раз средние и старшие отряды принимают участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи. Ирина Жданова узнала подробности. Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи – это не нудная лекция, а интересное практическое занятие в игровой форме. Мероприятие в детском лагере «Мужество» провели сотрудники и студенты Нерюнгринского медицинского колледжа в рамках приемной кампании. Профиориентационные проекты у нас в колледже ведутся с 2018 года. Грандиозный проект ведет Курганова Екатерина Михайловна. Они идут в течение всего года. Ну и вот в этом году решили в рамках приемной кампании также продолжить проведение этого проекта. Именно вот такие мастер-классы и интересные для детей. Первая часть – тематические загадки. И почти на все вопросы участники дают правильные ответы. Я узнал, как надо, ну, если перелом ноги, что нужно делать, ну, как первую помощь оказывать. Вот эту вот штучку, я забыла, как называется, шина, вот. Ее надо зафиксировать правильно и ногу перебинтовать. Нам говорили, как оказывать первую помощь. Я узнала, как привязывать руку, ноги. Мы узнали, что при открытом порезе можно сломать руку. А в практической части все изъявили желание принять участие. Как в качестве пациентов, так и в качестве врачей. Мы зафиксируем сейчас ногу. У человека вот здесь перелом. Мы фиксируем. Получается, мы на прямую поверхность кладем ногу и измеряем. В этот день ребята узнали, как ставить уколы, делать перевязки, обрабатывать раны. Таким образом, не только закрепили навыки оказания первой помощи, но и потренировались работать в команде при чрезвычайных ситуациях. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Создать своими руками планер, напечатать к нему детали и запустить его в небо. Мечта тех, кто влюблен в моделирование, инженерию. Алданский школьник со своим педагогом пробуют соорудить беспилотник. Все ли у них получается, узнавал Руслан Павлов. Педагог Алданского центра дополнительного образования Павел Радин и его ученик Владимир Проценко работают над идеей создания беспилотного аппарата. Детали к дрону напечатали на 3D-принтере, который находится в доступе для подобного рода вещей в библиотеке имени Некрасова. Поскольку денег в районе на развитие беспилотной авиации, обучения этим детей нет, к сожалению. Поэтому я нашел модели беспилотников зарубежных, которые можно распечатать на 3D-принтере. Володя их распечатал. То есть мы распечатали один беспилотник, отдельно также за свои средства приобрели двигатели. Сейчас у нас на очереди этот беспилотник собрать и попробовать его запустить. То есть как он вообще летает. Потому что модель с интернета – это модель с интернета, а как она себя поведет в качестве планера или в качестве управления модели – это вопрос. Поэтому пока мы работаем в этом направлении, нам очень интересно и в принципе перспективы есть. Энтузиазм наставника и педагога увлекли Владимира в сферу IT-технологий и инжиниринга. Молодой человек мечтает стать инженером. Ну мы распечатали по готовым чертежам уже детали беспилотника. Осталось только собрать, запрограммировать движки, пульт управления и так далее. Интересно? Да, мне интересно. Это же все-таки опыт. Я в будущем тоже планирую стать инженером. Ну и в принципе мне это пригодится. Детали к беспилотнику – это не первый опыт Владимира печатать на 3D-машине. Для ежегодного мероприятия «Библия-ночь» он напечатал специальные медали и раздал их участникам. К «Библию-ночи» Володя сам разработал модель медали в библиотеке Некрасова. То есть спроектировал ее в программе, распечатал. И в рамках «Библии-ночи» у тех участников «Библии-ночи» была возможность эту медаль взять, получить. По словам увлеченного педагога, к концу года центр дополнительного образования должен приобрести несколько современных 3D-принтеров. Тогда и возможности увеличатся, и желающих заниматься моделированием станет больше. Пока же в IT-класс при центре доп. образования ходят ребята, в основном увлеченные киберспортом. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Река, солнце и волейбольный мяч. На городском пляже столицы стартовал чемпионат Якутии по пляжному волейболу. На соревнования прибыли женские и мужские сборные. В состав включены два игрока, плюс один тренер-представитель. Подробности пляжных баталий у Евгения Байдена. Волейбол в жизни якутского спорта занимает особое место. Данная игровая дисциплина является самым массовым видом спорта в регионе. Однако пляжная разновидность волейбола в республике развивается только в 15-й год. Несмотря на это, количество участников неизменно растет. Так, на нынешний чемпионат заявилось 13 команд, среди которых сборные районов и городов, а также клубы. Целью номер один у нас сейчас является, конечно, развитие детско-юрческого спорта. Взрослые команды, чтобы успешно выступали на соревнованиях на Дальневосточном регионе и занимали первые призовые места. Это у нас пока программа минимум. Ну а программа максимум, конечно, выступить на всероссийских соревнованиях и занять тоже призовые места среди юношей и девушек. Как в мужском, так и в женском дивизионах выявление лучших стартовало с групповой стадии. За каждую победу команды получают по два балла, а за поражение всего один. По итогам предварительной части коллективы с наилучшими показателями выйдут в плей-офф, где продолжат борьбу за медали в играх на вылет. Настрой у нас боевой. Мы долго готовились вообще к соревнованиям. Иногда мы тренировались здесь на пляже, иногда в парке на площадке. И поэтому я считаю, что мы готовы к этим соревнованиям. Соперники все очень сильные, хорошие команды приехали. Всех очень знаем, наблюдаем за ними. Это как бы тоже наши, ну, мы, как сказать, фанатеем по ним. Это наши кумиры некоторые. Но будем бороться, будем стараться, показывать уровень. Волейбольные баталии за выход из группы продолжаются до завтрашнего дня. Затем в воскресенье, в заключительный соревновательный день, команды выявят чемпионов и призеров, а также обладателей индивидуальных наград. Евгений Байдин, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.